Встреча с Россией Это первый раз. Мы как члены Совета Европы. Первый раз выступления главы государства на таком форуме. Поэтому мне интересна и сама процедура, и работа Совета Европы. Я, конечно, познакомился хорошо по материалам. Ну и есть что сказать. Завтра я об этом скажу. Сразу же после прибытия Борис Ельцин отправился в отель Хилтон, чтобы передохнуть, а затем на ужин в узком семейном кругу с президентом Франции Жаком Шираком в один из лучших ресторанов Эльзаса у Ивон. Находясь недавно в Москве, Ширак заметил, что хотел бы, чтобы его встречи с Ельциным носили менее формальный характер. И вот спустя две недели после подобного ужина в подмосковном ресторане «Царская охота» французский президент делает ответный жест. Поужинали они вместе в царской охоте с Шираком. Хорошая тема. То есть он обнаружил такую более семейную близость там и так далее. Потихоньку, потихоньку. Ответ вот будет в альзасском ресторане. И думаю, не очень это нравится американцам. У меня такое ощущение. Вот эти вот семейные интимы, так сказать, которые начинаются с Франции. Тем более Франция всегда независима была. Приезд российского президента на встречу глав европейских государств способен поднять престиж России как великой державы, претендующей на потенциальное лидерство в Совете Европы. Совет Европы – это одна из тех немногих общеевропейских государств, в которые мы приглашены, где мы играем абсолютно полноценную роль. Роль великой державы. Вот в парламентской ассамблее Совета Европы есть великая держава Англия, Германия, Франция, Италия и Россия. Потому что мы представлены там постоянно наибольшим числом делегатов, наибольшим числом депутатов. Однако явные просчеты российской дипломатии, допущенные в последние годы, не позволяют ей с первых же своих шагов в большой Европе претендовать на безоговорочный авторитет. Понимаете, претендовать-то Россия может на что угодно, но стать лидером Европы сейчас она не способна. И зря стала бы пытаться это делать. Особенно на волне внезапно распространяющихся по всему российскому официозу антиамериканских настроений, антиамериканских позиций. Двусмысленные отношения с североатлантическим блоком вынуждают Россию то подогревать антинатовские настроения в Европе, то заявлять о своем сотрудничестве с НАТО. У людей память еще есть историческая. Ведь бабушки, мамы рассказывали, как сначала с немцами дружили в засос, а потом 22 июня все вот так вот изменилось. Что двигались, двигались постепенно к границам России, а потом раз и перепрыгнули через эти границы. Вот эта вот историческая память у людей, она есть и она, конечно, давит. Тесная дружба российского президента с германским концерном в последнее время уступила место явному потеплению во взаимоотношениях с лидером Франции. Главы двух государств подхватывают эстафету исторически особых отношений двух держав. У отношений Ельцина и Ширака есть очень хорошая основа. Потом, второй момент, все-таки очень развиты культурно-исторические связи. Это и для французского, и для русского общества имеет достаточно серьезное значение. Ну и совпадение, конечно, экономических во многом интересов. Я хочу сказать, что потенциал российско-французский, конечно, не используется даже наполовину. Личная дружба с главами великих держав – важный фактор, способный предопределить дальнейший ход внешней политики России. Теперь Совету Европы предстоит определить меру ответственности России за публичные казни в Чечне, что, несомненно, скажется на уверенности российских позиций. Надо прямо сказать Совете Европы, что пока мы не решим вопрос с Чечней, мы не можем. Сдерживать свое обещание по отмене казни. Вот так надо построить позицию. Вы поймите, это часть России, но надо с ними навести порядок, чтобы мы выполнили перед вами обязательства.